На заводе я проработала 9 лет. Кристально чистый воздух, альпийские луга практически, как утверждает Алтайбабон. У меня случился острый приступ удушья. Какую известность ставил у нас работодатель, да, это то, что сейчас придет комиссия, нужно быстренько навести порядок, нужно проветрить все помещения, чтобы у нас все было хорошо. Вытяжки на заводе, любой цех во СМИ, они там нигде не работают. Работники не соблюдают сознательно технику безопасности. Вот, собственно, и весь ответ нашего профсоюза был заводского. То есть их помощь ограничивается подарками на Новый год и все, видимо, да? Когда нас много, ни один работодатель против нас не пойдет. Здравствуйте, вы на канале Факел. Сегодня у нас в гостях бывшая сотрудница Алтайвагонзавода и участница программы «Мечта на миллион» Татьяна Инговатова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько лет вы проработали на заводе и в каком цеху? На заводе я проработала 9 лет. Цеха были разные, потому что работала в разной сфере. Как в сварочных цехах – это вагоносборочный цех, как первый, так и второй – это рамный цех. Полностью как бы работу цехов знаю от и до всего, на всех позициях работала. И последние, наверное, два года моей работы на заводе я работала в цехе МСЦ «Аликапэ». «Аликапэ» – это автоматическая линия изготовления колесных пар. То есть там тоже работала на разных участках – на осевом и, получается, на монтажном участке, помимо «Аликапэ» самого. Хорошо. Расскажите коротко, что случилось с вашим здоровьем, как подорвали на предприятие? С моим здоровьем случилось то, что 13 мая 2019 года у меня случился острый приступ удушья, отек к венке. Это называется непосредственно рабочим местием, с чем я непосредственно обратилась в медсанчасти именно Алтайвагона, где мне в течение почти полутора часов оказывали первую помощь. И уже когда не смогли самостоятельно справиться с этим приступом, только тогда мне вызвали скорую. После чего меня увезли уже в нашу семиэтажку, в больницу «Приемный покой», и там уже окончательно мне помогли справиться с этой проблемой. Что было дальше? Дальше начались у нас больничные. Это пошли осложнения в разной степени, такие как первое, что это пострадало, это наша бронхиальная система. Сейчас такой диагноз, как бронхиальная астма стоит. В дальнейшем последствия этого отравления пошли у нас такие, как проблемы с сердечно-сосудистой системой, с суставами, жуткие отеки, также проблемы с гинекологией. Говорю нас, потому что я такая не одна. Мы сейчас пытаемся добиться правды от Алтайвагона, чтобы они нам дали все, скажем, образцы вот этих вот веществ, которые они используют в работе с моей коллегой, да, с Анной Чесноковой. Вот, и поэтому я говорю нас, потому что симптоматика у нас одинаковая с ней. Хорошо. Когда вы устраивались на работу, у вас были проблемы со здоровьем или нет? Вы проходили медицинское обследование там, да? Да, конечно, это обязательным условием было. Прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве. Соответственно, если бы какие-то проблемы со здоровьем у меня были, меня бы никто не взял. По результатам медицинских комиссий у меня до, получается, 17-го года было все в порядке. С 17-го года я уже не проходила медицинскую комиссию, так как перевелась из сварочного цеха в цех АЛИКП. Да, у них там вредности нет, и поэтому там никто не проходит медкомиссию совсем. А вот, а как раз-таки непосредственно все основные проблемы со здоровьем начались именно там, от воздействия этих химических веществ, которые они используют в работе. Какой класс вредности у вас на рабочем месте? Именно в цехе АЛИКП никакого класса вредности нет. То есть там нет вредных условий. Только когда работала в сварочных цехах, там у меня был класс вредности. И если сварщики, например, крановщики, они могли раньше на пенсию уйти, то мне просто давали молоко за вредность и доплату примерно 400-600 рублей в месяц за вредность в цехе. После того, как я ушла из сварочного цеха, никаких недоплат, никакого ни молока, там вредности там нет. У них там кристально чистый воздух, альпийские луга практически, как утверждает Алтайбабон. Так, хорошо. А вы, наверное, знаете, что проводится СОУД на предприятии. Вы были когда-нибудь свидетелем, как он проводится или нет? Скажу так, даже больше уверена в том, что мало кто из работников этого предприятия знает, когда он проводится, потому что работодатель, несмотря на все законодательство, что он обязан ставить в известность всех работников, они уже по факту, да, когда приходили непосредственно участники комиссии на завод, мы уже понимали, что, да, там у нас идет какая-то комиссия, какая мы узнавали уже в процессе, да, и, соответственно, максимум, что, какую известность ставил нас работодатель, да, это то, что сейчас придет комиссия, нужно быстренько навести порядок, нужно проветрить все помещения, чтобы у нас все было хорошо. Это единственное, что нам говорили работодатели в момента именно проверок. Ну да, так на многих предприятиях обстоит ситуация, то есть проводится СОУД, либо вообще в проветренном помещении, либо когда сотрудников нет на месте. Это не только на Алтайвагоне. Нам зачастую просто приходили в обеденные перерывы, и, к тому же, мы работаем в цехах, работали, да, где вытяжки не работали, и практически круглосуточно были открыты просто все ворота. Это был сплошной такой сквозняк, от которого также тоже ничего хорошего работникам не было, потому что это тоже заболевание в плане простудных и вирусных всяких. Хорошо. А как обстоят дела с охраной труда в цеху? С охраной труда, ну, скажем так, спецодежду они пытались выдавать вовремя. Но, опять же, как, если, допустим, взять меня как контролера УТК, да, дела технического контроля, мне по технике безопасности полагался ХБ-костюм, либо ХБ-халат. Также три пары ХБ-перчаток и пачка мыла хозяйственного на месяц. Ну, не знаю, как кому, но по опыту моей работы это недостаточный инвентарь, да, по технике безопасности, который мог бы помочь именно в работе, да, ну, от загрязнений, может быть, он может защитить, но не более. Хорошо. А вот в ходе расследования там некий аноним дал интервью, что работники, ну, про покрасочные цехи говорил, работники не соблюдают сознательную технику безопасности, не одевают маски, очки и выглядят как зомби, поэтому с красными глазами, бледные все. Это так или нет? За остальных работников сказать не могу, потому что те средства безопасности, по технике безопасности, которые полагались именно нам, они у нас всегда были в наличии. Да, еще забыла упомянуть, что нам давали кирзовые ботинки, которые там весили по несколько килограмм. Для девушек это очень сложно было носить зимой и летом их всегда, да, то есть одно время у нас на заводе пропагандировали ношение касок, в последние несколько лет их отменили, хотя я не понимаю, чем каска могла бы защитить от химических воздействий, конечно. Да, я не отрицаю того момента, что, возможно, есть такие коллеги, да, так скажем, на заводе, которые не соблюдают технику безопасности, но это, опять же, их личное дело, и здесь не могу говорить, не все идеальны, скажем так, но и работодатель в то же время тоже не полностью выполняет свои обязанности именно по технике безопасности. Уже упоминала, что вытяжки на заводе в любой цех в ОСМИ, они там нигде не работают, соответственно, грязь, пыль, все это элементарно в сварочных цехах нету, даже достаточного количества защитных экранов, да, чтобы блики в глаза не летели от сварки другим работникам, ну, то есть это малая часть того, что можно перечислить. Там дымовая завеса всегда стоит такая, что там на 3-5 метров, и уже сложно что-то разглядеть впереди. Всегда завалы такие в цехах всего, понакиданно, поналожено, что сложно там где-то так соблюдать технику безопасности пройти, скажем так. Угу. Так, после попадания в больницу вы продолжили работать или уволились сами, или вас принудили, чтобы как-то случилось? После первого приступа моего, да, я ушла на больничный, пробыла несколько недель на больничном, и потом попыталась еще раз выйти на работу, потому что еще не до конца понимали, да, что это непосредственно связано именно с производством, да. Меня перевели в другой цех, это в полускатный, да, но там точно так же используются, может быть, в меньшем объеме, но также те же самые препараты химические, да, и плюс ко всему там наличие сварки было постоянно. То есть, несмотря на то, что мне уже дали на руки заключение терапевта, что мне противопоказано работать в таких условиях, мой мастер, она меня поставила именно на этот участок. Ну и, соответственно, несколько недель я там отработала, у меня случился очередной приступ, после которого я опять несколько недель была на больничном, и придя с заключением комиссии уже в городской поликлинике, что не могу работать в таких условиях непосредственно к начальнику отдела кадров, и она мне сказала, что она не может не предоставить никаких других условий, да, то есть либо ты увольняешься, либо идешь работать, но это на твой страх риск, скажем так. Ну, соответственно, я уже поняла, что работать я там не могу, я не враг своему здоровью, да, у меня семья, у меня двое детей, поэтому я приняла решение и уволилась туда самостоятельно. Так, и потом вы сразу подали жалобу в прокуратуру, да? Да, когда уже прошло обследование на тот момент, да, на момент увольнения я уже прошла обследование у аллергологов, у нас в крае была у двоих на Лебедевского и на коммунистической, в диагностическом центре, когда у меня было заключение двух аллергологов, что по поводу именно бытовых аллергенов у меня все отрицательно, у меня никаких нету там каких-либо аллергий бытовых, и что нужно непосредственно делать проверку на рабочем месте, что все признаки химического отравления именно там нужно искать, на что именно аллергия, и почему это все случилось. Именно с этим вопросом мы обратились и в Роспотребнадзор провести проверку, и непосредственно в прокуратуру написали заявление, после чего нам было отвечено, что у них там все хорошо, и опять же с этими ответами мы направились в суд. И параллельно вы решили принять участие в программе, да? Да, это уже было, скажем так, через... Как вы на это решились? Знаете, когда наступает какой-то момент безысходности, да, и ты понимаешь, что тебе в больнице не могут ничем помочь, а приступы продолжаются, это уже, ну, скажем так, ну, наверное, идешь уже на крайние меры, на которые возможности есть, и чтобы была хоть какая-то помощь, да, скажем так, в этом деле. Поэтому увидев, причем чисто случайно увидев рекламу этого, этой программы, это было еще в конце апреля этого года, когда я подала им заявку на участие, и вот с апреля месяца, ну, просто уже пошла на то, что, ну, может быть, помогут вот так вот. Если не помогут, то хотя бы люди увидят мою проблему, и, может быть, пойдет развитие дальше этой проблемы. Мне помогут уже в другом месте, скажем так. Хорошо. Вы уже решили, куда потратите выигранные деньги? Да, конечно, я уже оговаривала, да, этот момент на передаче, что в первую очередь эти деньги пойдут на лечение, на восстановление здоровья. Также планируем найти адвоката грамотного именно, который будет компетентен в трудовых спорах, который поможет нам все-таки добиться от завода те самые, так скажем, той самой экспертизы, да, и тех самых проб, которые нам необходимы для того, чтобы мы могли дальше понимать, что с нами происходит, и восстанавливать наше здоровье. На каком этапе сейчас судебный иск? Сейчас, на текущий момент, иск приостановлен ввиду того, что мне необходимо получить заключение от профпатолога нашего в крае Нальпедевского. Это сейчас осложняется в целом, то есть ситуация в стране, да, в мире, да, по коронавирусу сейчас никто не принимает, ничего не делается, да, вот такие только экстренные сейчас везде, ну, скажем так, коронавирус впереди планеты всей, других людей у нас, так скажем, не принимают и не считают нужным лечить. Мне нужно пройти, осталось пройти, я в сентябре попала, уже после программы попала, скажем так, к профпатологу в очередной раз, она мне сказала, что нужно пройти двух узких специалистов, кардиолога и пульмонолога, и только после этого, когда закончится вся пандемия, она сможет мне назначить комиссию ВК, которые дадут заключение по моему заболеванию. То есть либо есть у меня профессиональное заболевание, либо нет. Хорошо. Подскажите, как здоровье у ваших коллег? Не пробовали составить коллективный иск? Состояние коллег, кто-то ушел просто, она уже не работает на заводе, когда поняли, что именно проблемы со здоровьем идут отсюда, да, кто-то до сих пор, опять же, на свой страх и риск, как мне ранее говорили в отделе кадров, продолжают работать, мотивируя тем, что у них семьи, у них кредиты, ипотеки, и на наше предложение, чтобы пойти с нами, составлять коллективный иск, да, жалобу на завод, они говорят, что мы тогда не сможем здесь работать, что нас отсюда выгонят. Поэтому никто нас в этом плане не поддерживает. Ну, то есть все заняли даже не только не поддерживают, а больше заняли такую выжидательную позицию. Если вот у вас что-то там двинется с мертвой точки, то там мы посмотрим и присоединимся тоже к вам. То есть, ну, стандартная ситуация, скажем, как у нас везде в стране сейчас. А в профсоюзе вы состояли? Да, конечно. И обращались к ним за помощью? Что они ответили? Я даже не стала обращаться в профсоюз, потому что неделями раньше обратилась туда Анна в профсоюз. Единственное, что ей сделали в профсоюзе, это выписали 4 тысячи рублей на поддержку здоровья. И сказали, ну, в принципе, вы же понимаете, что мы работаем от Алтайвагона, и мы здесь не можем пойти против нашего работодателя. Вот, собственно, и весь ответ нашего профсоюза был заводского. То есть их помощь ограничивается подарками на Новый год, и все, видимо, да? Все, для чего нужен профсоюз. Видимо, да. Ну, еще иногда люди ездят в санаторий. Некоторые. Не все? Да. У вас супруг работает еще на Алтайвагоне. Да. Какое к нему отношение? Было и теперь? Поначалу, когда только начали мы писать заявления везде, да, с просьбами, с прошениями, с жалобами, было, конечно, сложно, потому что ему, ну, скажем так, открытым текстом говорили, либо твоя жена успокаивается, либо ты здесь работать дальше не будешь. И на протяжении, наверное, может быть, четырех, а то и шести месяцев, пока вот это все на первоначальном этапе было, ему периодически вот с такими текстами подходил то один, то другой, то третий начальник, коллеги по работе там. Ну, то есть все, кому не лень, подходили к нему с такими просьбами, с такими советами, с такими утверждениями, да. Сейчас, ну, наверное, поняли, что если мы уже по протяжении практически двух лет не успокаиваемся, если они будут его трогать, то им от этого тоже ничего хорошего не будет, и сейчас все спокойно. Это хорошо. И могли бы вы напоследок сказать несколько слов работникам, которые также недовольны своими условиями труда, но пока боятся еще начать какие-то действия, предпринимать. Да, конечно, хотелось бы сказать, в такой ситуации бояться не нужно ничего. Мы все люди, мы все человеки, скажем так, и мы все достойны того, чтобы к нам относились уважительно, оценили наш труд, по достоинству его оплачивали, да. И также хотелось бы сказать, что то, что творится на предприятиях не только нашего города, но и края, это недопустимо, и работодатель, он должен нести ответственность за это. Не только ответственность лежит на работнике. И поэтому еще раз говорю о том, что если вы столкнулись с какими-то проблемами на заводе, не бойтесь, обращайтесь в вышестоящие инстанции, когда нас много, ни один работодатель против нас не пойдет, тогда нас не смогут заставить замолчать, и правда будет всегда на нашей стороне. Спасибо, Татьяна, что рассказали нам свою историю. Надеемся, что ваш опыт вдохновит работников не молчать, бороться с нарушениями их прав, с нарушениями условий труда. И вы можете рассказывать нам свои случаи в комментариях или писать в группу ВКонтакте. Все ссылки будут внизу. Спасибо, до встречи. Всего доброго.